Центр Красноярска сегодня встал в жесткую пробку. Всему виной ограничение движения по улице Белинского из-за строительства Виадука. В итоге на улице Ленина возник настоящий дорожный коллапс. И пока там становится только хуже. Моя коллега Анна Московских сейчас на прямой связи со студией. Аня, расскажи, какова ситуация в эти минуты? Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся на Стрелкино, в том самом месте, где обычно поток машин с улицы Белинского раздваивается. И часть людей едут в сторону набережной, а часть отправляются на улице Ленина. Но сейчас здесь движение ограничено в связи со строительством пешеходного перехода. И весь поток машин движется в сторону улицы Ленина. Вы видите, какое плотное движение, совершенно непривычное, несвойственное этому участку дороги. Обычно здесь довольно свободно. Мы были на улице Ленина, обратили внимание, что некоторые водители не выдерживают, выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта. Видимо, возможный штраф для них не так страшен, как долгое стояние в пробке. Затруднения также на улицах Марковского, Конституции СССР. Видимо, изменение схемы движения в центре все-таки повлияло на водителя, несмотря на предупреждения, и все теперь стоят в пробке. Но это не единственное место, где сейчас парализовано движение. Практически полностью заблокирована улица авиаторов в связи с аварией на Октябрьском мосту. Там столкнулись два автобуса. По предварительной информации ГИБДД, автобус 130 маршрута столкнулся с автобусом 23. 130 маршрутка не предоставила преимущества 23-му при перестроении. В итоге произошла авария, пострадали два человека, и движение оказалось парализовано. Улица авиаторов практически не движется от самого северного шоссе. Даже на самом северном шоссе сейчас есть затруднения. Пожалуйста, учитывайте эту информацию, если вы собираетесь сегодня в ближайшее время куда-то ехать. Также я хочу добавить, что сегодня в эти выходные движения в районе концертного зала будет закрыто полностью с 22 вечера субботы до 6 утра в воскресенье. Пожалуйста, тоже учитывайте эту информацию. Владислав, слово вам. Слушана, большое спасибо за подробности из Красноярских дорог. Мы все будем обязательно учитывать эту информацию.